Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Так, значит, моя группа поддержки, сегодня я не случайно тут рядом, сегодня вы увидите, как Тимоша садил свой первый самостоятельно полностью саженец, и как он это делал, это раз. Второе, Тимоша поступил, куда ты поступил? На кого учиться? На видеоблогинг, мы создали уже свой канал. Так вот, для чего это надо, друзья мои? Я, конечно, противник всех этих, и вы поймете сейчас почему, но дело в том, что Тимофей будет первым и, наверное, единственным блогером, который умеет вращать сад. У нас уже достижения какие? У нас уже есть сотни людей, которые умеют вращать сад. Ну, наверное, уже тысячи. Так, и у нас есть две выпускницы университета, или там академии. Две, правда, есть сотен тысяч, но уже две, которые умеют тоже вращать сад. Вот это наши первые успехи. Вот, в отчаянии, то, что вы сейчас увидите, не все тут гладко в нашем королевстве садовом, российском. Вот, семилетнего, семь с половиной лет, ой, теперь 8 декабря. Ань, ну, 8 декабря ребенка становится блогером. А что делать? У меня скоро уже день рождения. Да. Так. Ну, все, Тимофей, пока. Пока. Я тебя позову, когда буду показывать твою посадку. Так, друзья, поехали. Значит, не все письма успеваем, но очень важные письма успеваем. Здравствуйте, Кривопускова Оксана. Здравствуй, я красивенько уже у Липецкой области. За лето выросло несколько сельцев от местных, мелких, но съедобных абрикосов. Там еще и абрикосы растут. Что же еще надо-то? Только что улучшить ассортимент, да и все. Так, растущих без укрытия. Хочу выписать ваши черенки крупноплодных абрикосов. Выписывайте. Растущих у нас без укрытия. А, нет, привить на них. И привить на них. Диаметр саженцев 6 мм подойдет. Да, сразу говорю, Оксана, оптимальная толщина у вас. Смотрите, почему я ваше письмо не просто ответил, да, нет. А именно расшифровывая. Или подождать еще год. Я новичок в этом деле. А на тонких легче сделать ровный срез. Правильно, хорошо заметили. Изучали железо. Но толстый мощный рост. Да, это я вам рассказывал и не раз. Что толстый, если идеально срастить под мой прямой, мощный рост. И теперь вы в растерянности. Ждать еще год. Хотя уже 6 мм. Или не ждать. Или же еще год. Подскажите, а то лучше попробовать. Вот этот абзац смотрите, как я отвечаю. Все по-своему. Не спеша, а обстоятельно. Значит, конечно, я предлагаю вам сейчас. Именно. Не потому, что я хочу на вас заработать. А потому, что 6 мм оптимально это в карандаш назовем. И вот получается, что мы представим такую картинку. Перед вами два саженца. Абсолютно идеально. И мы представим себе, что они родные братья по двое. Все приводят с одной ветки. Значит, один привели в этом году. Так. И он пошел в рост. А второй привели годом спустя. Когда толстый, мощный рост, как мною же обещанный. Но я обещал не потому, что вы лишний год ждали. Нет, это ошибка. Потому, что толстый все равно вам трудно будет освоить это. И предлагаю, как вы сами пишите. Из тонких легче делать ровный срез. Ну, все понятно. Теперь еще что хочу сказать. Раз, ребята, впереди зима. Берите ветки, живые, но дикари. И режьте, 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 режьте. Соотношение диаметра к длине среза. Допустим, клина или просто среза косого. Пять-шесть к одному. Плюс-минус, там можно и еще немножко своего добавить. Творчество. Вот именно такие. И режьте, и режьте, и режьте. И когда вы будете сразу раз, берегите пальцы. Пальцы тоже будете резать. Вот. А, к сожалению. И рано или поздно, нет, не рано, а поздно наступит у вас настоящий ровный срез. Так, на этот я ответил. Не ждите год. Дальше. А еще раз тут одноведки сельцы абрикоса Бродского. Несколько Спасских и по одному Медовой Латинкова и Курдюма. Так. Планирую их привить на Спасские. Правильно. То есть вы получаете, смотрите, Курдюма, это, наверное, от меня получили. Так, Латинкова, Медовой, это Бродского, понятно. Так, да, ну, то есть у нас, наши коллеги, образно говоря, значит, это как бы приводит. Так, теперь смотрите. Планирую их привить на Спасские. А теперь, ну, запятая. Но Медово-Латинкова и Курдюма выросли 20 волика, и они тонкие, 4-5 миллиметров. Как привать? Вращеп, трои стволики оставлю. Думаю, наши редкие минус 25 выдержат. Я сейчас не знаю, где вы живете, но ваши редкие минус 25, это, знаете, где-то Южанка. А, погодите, Южанка. Липска область. Так у вашей 25 редко бывает. Африка. Все надо садить. Так, поэтому задумка хорошая. Один стволик привить, другой оставить. Но тот, который не привитит, обгонит первый, задушит, задавит и ангонит его. Или тот, который не привитый, надо будет вам угнетать. То есть не давать ему обгонять первый. А еще лучше оба привить. Точка. Теперь, интересно, что вот это письмо. Киселин Дмитриевич, спасибо. Уже получил. Почта стала работать отлично. Доставили в Рязанского за 4 дня. Я проверил, да. Он получил за 4 дня. Сейчас это делается легко. За секунды. Вот. И я заметил, да, действительно, почта стала работать лучше. Мне кажется, почти у него много конкурентов. Поэтому ей некуда было деваться. И в среднем, допустим, цифра, конечно, не 4 дня. Это чудо, это рекорд. Но это обычная, кстати, почта. Вот. Хотя есть еще другая, но мы про другую почту поговорим ниже. И, значит, так. 7-8 дней. Уже, уже, это уже реально не портится ни косточки, ни семечки. И членки за это время и сажаться не портятся. Так, теперь. Спасибо.